здравствуйте коллеги рад вас поприветствовать на нашем вебинаре я представлюсь меня зовут назаров максим я консультант аналитик сотрудник по rsb сотрудник компании кодер line сегодня мы с вами проведем вебинар по теме подготовка отчетности за девять месяцев двадцатого года хотелось бы сначала сказать о нашем регламенте мы рассмотрим несколько тем в этом году произошло очень много изменений законодательстве опосредственно и в отчетности в работе бухгалтеров все это обусловлено ситуации с к видой с реакцией властей на негативные последствия остановка экономики водилось много льгот менялись сроки отчетности менялись ставки страховых взносов очень много налоговых люл льгот было прямых и косвенных опосредованных было введено все это повлияло на отчетность мы с вами пережили первый квартал отчетность за девятнадцатый год за первый квартал были изменения в отчетности за полугодие и обращаясь назад можно сказать что отчетность за девять месяцев это просто штиль вы практически все уже пережили 9 отчетность за 9 месяцев изменений в отчетности практически и их практически нет скользь отметим изменения которые нас ждут в будущем и мы посмотрим сейчас все это на примерах отмечу что цель нашего семинара в первую очередь я готовил его для наших клиентов с которыми мы работаем для моих коллег и фокус наверное сделаем не только на измена комментарии изменений непосредственно форм отчетности но также ну какие-то практические аспекты что произошло и как это на нас повлияло и может быть посмотреть на эти изменения но с какой-то такой стороны бизнеса то есть а для чего это а зачем это вот итак начнем так ну я думаю вы вы сейчас видите программу вебинара остановимся непосредственно на теме на формах отчетности сроках самая я считаю самое основное вот так наверное сделаем нас отчетность для меня наверное самый важный отчет это ндс потому что закон налог наиболее хорошо администрируем и я думаю что самый наверное самый самый основной отчет налог на прибыль страховые взносы 6 ндфл отчетность по ндфл имущественные налоги но и в конце мы ответим на ваши вопросы так начнем так по срокам так ну вот кратко мы привели основные формы отчетности и видим что до срок сроки отчетности за 9 месяцев у нас пришли в норму как установлены налоговым кодексом нет пролонгации сроков не изменились сроки не изменились формы мы совсем знакомы порядок заполнения прежние мы мы с вами все пережили все умеем единственное наверное это новый отчет фсс в котором мы можем заявить мы можем учесть все в счету платы страховых взносов несчастных случаев можем зачет учесть расходы которые мы не понесли на покупку там там целый перечень ряд условий это немножко позже это отчетность за 9 месяцев и вот шторм который нас ожидает в отчетности за за год соответственно 4 квартал двадцатого года ну здесь в таблице мы не указали изменения небольшие изменения форм бухгалтерской отчетности указали только налоговую отчетность и проще сказать что у нас не изменилось но если если очень кратко то формы обновлять обновляйте 1с продукты 1с у вас все формы будут подгружаться будьте формироваться как компания 1с работает дорабатывает и своевременно предоставит и и и алгоритмы заполнения отчетности и комментарии налоговую базу и поддержку втс из сами формы отчетности это все будет сделано наверно в будущем мы единственное что прокомментирует что же что что же что же изменилось и как себя проверить как убедиться что отчетность вами сформирована правильно но это я думаю что эта таблица будет будет полезно в первую очередь бухгалтерам просто быть готовым потому что будут изменения и нвд налог на последний 20 год последний последний год когда мы начисляем уплачиваем этот налог отменяется полностью декларирование по земельному по транспортному налогу ну и изменения произойдут изменения по но поряд других налогов так далее ну наверное самый самый любимый самый интересный налог ндс здесь хотелось бы сказать ну скажем так он интересен тем что он просто просто хорошо администрируется федеральной налоговой службы поэтому к нему особое внимание и самый уплачиваемый налог здесь наверное стоит сказать о том что компания 1с работает наша цель у учетных работников это это работать с максимальной производительностью компания 1с нам в этом помогает в частности в последних релизах появилась возможность упростить упростить работу по заполнению реестров таможенных деклараций которые мы подаем вместе с декларациям когда подтверждаем реализацию поставки ноль процентов то есть и те суммы которые мы заявляем четвертом разделе декларации мы их подтверждаем реестрами если ранее мы заполняли эти реестры вручную нужно было поднимать документы заносить номера декларации потом возвращаться исправлять много ручного труда то сейчас появилась возможность сам из из программы 1с подключаться к личным кабинету а сервисе федеральной таможенной службы и подгружать сведения по по декларации экспорт по которым подтвержден удобно практично я думаю что практики бухгалтер практики это оценит вот так сейчас выглядит форма реестра зеленым выделено поле которое у нас появилось видно ссылка для входа в личный кабинет на сервисе федеральной таможенной службы авторизуемся заходим подсвечиваются на сервисе подсвечиваются декларации которые ранее нами не подгружались функционал сервиса разработан так что декларации ранее уже заявленные подтверждение экспорта но они они выделены цветом они подсвечены и повторно вы загрузить не сможете в общем то такая защита от ошибки это удобно также стоит сказать о том что я считаю что правительство сделал очень многое в сфере налогового законодательства по но по облегчению налоговой нагрузки было введено достаточно много льгот и за каждым из них стоит какой-то какой-то конкретный бизнес кейс вот и не нужно относиться к этому как к чему-то непрактичному далекому и считать что нас это не касается это какая-то виртуальная какие-то виртуальные льготы нас они не касаются нет напротив сейчас сейчас мы очень очень кратко но вы просто на конкретном кейсе посмотрим что как 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 я понимаю как я читаю как я отношусь к новостям мы сейчас говорим о налоговом законодательстве да у нас появились льготы по ну например по порезди резидентом арктической зоны по введена на ставка налога по по услугам по ледокольной проводки морских судов установлен 0 процентов может показать ну кому это надо это такой узкий такой частный случай кому это может быть интерес нет напротив это здорово я как я я за этим вижу не только там развитие северно-морского пути какие-то супер там грандиозные федеральные проекты нет напротив я вижу я отношусь к этому так хорошо ну я как бухгалтер практик и вижу что до вводится например новые ставки по по ндс по и по ряду отраслей хорошо значит у в этих отраслях как минимум все бухгалтеры задачица раздельным учетом ндс здорово появляется просто возможности пупу по внедри по внедрению раздельного учета они озаботятся эти второе эти эти компании вход для подрядчиков но упрощенной системе вход в эти отрасли значительно упростится потому что в принципе они уравниваются в ценовой политике с с теми кто работает по общей системе налогообложения но я не ду подрядчики тех провайдеров там например ледокольной проводки судов но тоже очень даже практически практичный какой ну скажем так бизнес бизнес смысл бы бизнес интерес можно увидеть ну мы просто рассмотрели вот ледокольную проводку да вот что-то далекое непонятное перевозки по северному но это в общем-то северный морской путь но 2 например от мдс освобождены гос муниципальные соцуслуги оказываны в рамках государственного муниципального соцзаказа о чем это с 1 сентября вступил в силу федеральный закон по которому частный бизнес получил возможность оказывать ряд там по моему 66 услуг 66 видов услуг по выполнению государственного муниципального заказа но это конечно там соцподдержка какие-то медицинские услуги но в том числе например услуги в сфере туризма вот ранее это ранее если бизнес оказывал эти услуги ставка ставка налога по ндс было но общий общий режим 20 процентов то сейчас ставка 0 здорово то есть что что-то что-то новое что-то новое для бизнеса так ну и конечно каждый из этих изменений каждый бухгалтер всегда фильтрует новости с прицелом на на свой бизнес практики наверное с но наверное надо сказать что да в программе 1с появились новые коды которые мы указываем там в седьмом разделе справочники обновились номера если вы себя находите там не знаю если у вас появляются новые новые льготы новые вычеты находите себя заново не не дожидаясь четвертого квартала пробуйте формируете декларации у вас все должно формироваться ну скажем так следите за новостями за обновление программы пробуйте тестово закрывать четвертый квартал смотрите за результатом при необходимости обращайтесь обращайтесь к нам нам будет тоже интересно решить вот конкретно ваши бизнес кейсы так ну наверное более широкая такая льгота которая коснется большее количество бизнесов это введение ставки новая ставка по ндс ну скажем это не новая ставка ндс ну скажем ставка 10 ндс используется по 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 реализации печатные книжные продукции книжные продукции не только в печатном виде но и в электронном виде то есть очень актуально своевременно модно скажем так ну и сами критерии от не отнесения печатных вообще изданий к рекламным изменен критерий если раньше это было 40 процентов рекламы то сейчас реклама допустима 45 процентов от объема но это скажем это актуально для издателей так ну и тоже довольно практичные с моей точки зрения изменения по реализации товаров работ услуг компаниями которые признаны которые имеют статус банкротов находятся в процедуре банкротства или это или конкурсного управления напомню что до этих изменений мы как клиенты таких компаний как контрагенты мы выступали налоговыми агентами при покупке то есть покупая какое-либо имущество услуги там не знаю право требования и так далее так далее у компании которые имеют находится в процедуре банкротства мы выступали налоговыми агентами при расчетах мы должны были самостоятельно начислить ндс перечислить бюджет вот то с 1 января 21 года оборот по реализации реализация работ работ товаров услуг и так далее она просто не облагается ндс нам как контрагента в общем то будет будет легче скажем покупать у банкротов будет в какой-то степени интересней ой-ой-ой-ой мы бежали вперед так вернемся так извините так банкрот и ну такой тоже практичные я не мне эта новость наверно нравится больше всего федеральная налоговая служба выпустила письмо для они ниже ниже стоящих непосредственно для инспекции и рекомендовано сократить срок камеральной проверки по декларации по ндс до одного месяца если сейчас это три месяца один есть ну и я надеюсь что и что это что это изменение будет принято к исполнению и такой хорошая новость так так ну изменения которые произойдут ну скажем так известные нам изменениям форме декларации по ндс которые у нас произойдут декларации за 4 квартал 20 этого года первое у нас вводится сквозная нумерация уточненных деклараций вот отмечу что до этого ранее количество уточненных деклараций не количество деклараций а ну номера предельный номер уточненной декларации был крайне ограничен числом 999 вот было 33 знака 999 был максимально ну соответственно технически подать следующей декларации был невозможно конечно практике могут сказать ну раз такое бывает вроде 999 ну подать тысячу уточненную декларации за один период за один какой-то квартал но это же не это же не невозможно такого не бывает жизнь бывает в практике случались ситуации когда мошенники получали техническую возможность подать за налогоплательщика уточненную декларацию указать не допустим какие-то в книге в книге продаж какие то счета фактуры заявить конечно это мошенническое действие но конфликтная ситуация и удобно добросовестно скажет так у пострадавшего налогоплательщика возникала техническая проблема подать уточненную декларацию отменить исправить эти эти скажем недостоверные данные а технической возможности не было если но есть его скажем так мошенники подавали вот такие вот уточненные декларации по номеру 999 и тем самым блокировали возможность подать оперативно подать уточненку то сейчас вот это техническая но такой технический бак он устранен преподавая декларации в в инспекции они принимаются под следующим порядковым номером то есть чтобы вы не заявили какой бы номер вы не заявили у вас инспекция ну скажем так в сверке в справке о я не помню как ведомости не ведомость расчетов по налогу одним словом когда сверка по налогам происходим вы вы видите там данные и на нумерацию но номер уточненный номер корректировочной декларации вообще номер декларации указывается сейчас это все будет заливаться в последовательную нумерация уточненных деклараций будет вот в общем такой вот техническое изменение улучшение функционала сервиса я это при я это приветствую так ну вот исключен код аквет на титульном листе декларации но мне кажется это несущественно не интересно так ну вот такой момент то что до появились новые коды которые это коды так раздел 7 это освобождение налогоблажения льготы да по мере по мере появления новых льгот изменения там временных льгот или постоянных льгот до меняется коды новая новость носит технический характер если что то если какие-то изменения его касается вас имейте это ввиду меняете справочники в 1с при формировании декларации просто контролируйте заполнение этого раздела все идет скажем так 1с функционал программы идет в ногу с изменениями самого законодательства но такой технические новости вот ну и тоже для ну да наверно такие компании тоже есть это компания у которых заключены соглашения защите поощрения капиталовложений там особый особый режим администрирование дс ну соответственно в формах декларации появились новые 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 графы новые строки личная просьба если среди наших слушателей среди наших клиентов есть налогоплательщики которые применяют этот это имеет эти соглашения просьба обратиться к нами вместе с нами заполнить декларацию позволить нам поучаствовать в заполнении декларации за 4 квартал интенсии это интересно с практической точки зрения вот дальше но по налогу на прибыль но хотелось сказать что конечно этот налог такой творческий остается творческим творческим для бухгалтеров ну наверное самый самым важным на мой тонн на мой взгляд является но такая квази квази льгота для бизнеса изменен порядок исчисления авансовых платежей появилась возможность но мало того что снижен лимит с которого до которого можно было уплачивать исчислять и уплачивать авансы платежи по квартально лимит повышен с 60 миллионов за 4 последних квартала до 100 миллионов это раз второе для компаний которые выручка превышает 100 миллионов появилась возможность перейти на уплату ежемесячных авансов платежей от фактической прибыли в общем то законодатель предоставил нам возможность снизить фактические платежи по налогу на прибыль за редким исключением бизнес в этом в этом году скажем так финансовые результаты бизнеса в этом в этом году хуже чем чем год назад у всех появились скажем финансовые результаты ухудшились поэтому конечно вот вот эти изменения по порядку исчисления авансов платежей они идут нам но имеет не прямое практичное такое вот применение вот конечно исчисление платежей от фактической прибыли на но и ежемесячная на ежемесячной основе это конечно нагрузка на на бухгалтера это большие трудозатраты но но это но это реальное благо для предприятия для регулирования cash flow это это здорово наверное самое основное ну и конечно так сейчас одну минутку так прибыль так перескочили ну для того чтобы да еще такой момент то что переход на изменение порядка исчисление авансовых платежей носит уведомительный характер а не разрешительный то есть если вам принято решение об изменении порядка вам достаточно уведомить инспекцию в функционале 1с в разделе 1с отчетность уведомления можно можно выбрать бланк уведомления заполнить и из самой программы отправить в инспекцию очень практично и рекомендую так но тоже такой практичные практичные изменения у нас законодатель продлил продлил мораторий на возбуждение дела банкротстве напомню что для предприятий из-за особо пострадавших отраслей был введен мораторий на возбуждение дела банкротстве сроком на 6 месяцев этот срок истекал 6 октября вот и конечно бизнес ожидал что 6 не 6 числа уже 7 октября будет вал заявлений о банкротстве и начнется армагеддон ну конечно какие-то компании не смогут пережить этот пережить кризис но ну для для облегчения для какого-то карантина какого-то периода охлаждения законодатель продлил еще на три месяца этот этот период ну соответственно до 7 января я думаю что там и будет еще одно продление ну какой практичный интерес я я вижу в том что среди среди ваших контрагентов могут быть компании и вы как 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 бухгалтер практики просто обязаны сформировать в учете резервы по по таким контрагентом по по дебиторке которая числится за клиентами которые входят в группу риска вы обязаны это сделать если в отношении таких контрагентов уже введена процедур банкротства ну в общем то период период продлен но так ну и там тоже конечно сказано что особо пострадавшие но но не не все особо пострадавшие из них исключается системообразующие стратегически но там есть ряд параметров то есть ряд ряд компаний не не включены в этот в эту выборку предприятий так по страховым взносам ну здесь наверное стоит просто повторить то что да у нас в отчетности за полугодие ну в апреле были внесены изменения были снижены тарифы страховых взносов там появилось два новых кода по вычету для особо пострадавших для всех остальных для малого и среднего бизнеса ну каких то других существенных изменений по пострадавших взносам у нас не произошло ну вот ранее мы уже сегодня сказали новый отчет по фсс был порядок до 1 октября надо было заявление обратиться фсс получить согласие вместе с расчетным 4 фсс предоставить новый по форме отчет об использовании сумм страховых взносов можно было предъявить к вычету не всю сумму расходов определенный порядок определен ну нет мне кажется что у кого были расходы по по этому направлению определили сумму контролируем размеры заявляем к вычету благо для бизнеса замечательная возможность ну тут добавить нечего просто просто используем реализуем следующие коды все это мы проходили за в отчете учли это все в расчете за полугодие в общем то сейчас мы единственно повторяем пользуемся тарифами ну тут тоже наверное такой новости практического формата по индивидуальным предпринимателям по страховым взносам и предпринимателей за самих себя известны установлены определены размеры страховозносов на следующие три года как правило при введении учета всегда есть какие-то дружественные ИПшники либо какие-то скажем подразделения которые бизнес-функции которые выполняются ИП но и для планирования следующих периодов уже ну скажем так известны входные исходные данные по фиксированным платежам за себя видим то что ну напоминание такое то что для предпринимателей работающих в особо пострадавших отраслях взносы за двадцатый год были уменьшены в табличке мы показали взносы под звездочкой вот ну и следующие три года тоже ставки есть двадцать двадцать первого года размеры взносов не изменились ну и незначительные изменения по двадцать втором и двадцать третьем годам все очень даже гуманно так следующее шесть НДФЛ тоже ряд изменений которые показались нам интересными первое ну конечно для изменения с которые мы начнем это по по доходам по выплатам которые проведены медицинским сотрудникам которые работают в красной зоне непосредственно с больными с зараженными коронавирусной инфекцией да все эти выплаты они исключены из из базы по НДФЛ разумно по тем нашим клиентам кто не своевременно обновляет 1С техническое техническое замечание по разделу 6 НДФЛ те кто законодателям был во втором квартале во втором квартале двадцатого года был был были изменены изменения в рабочий календарь двадцатый год был определен новый выходной день 1 июля день голосования по поправкам конституции вот те кто не обновляет 1С у них календарь старый и при заполнении расчета 6 НДФЛ ну скажем по выплатам по доходам которые приходится на последнее число месяц в данном случае на 30 июня графа дата в графе 120 ну следующий рабочий день заполняется неправильно просьба к вам при заполнении расчета 6 НДФЛ за 9 месяцев проверьте раздел номер 2 и посмотрите как у вас заполнились как у вас заполнилась графа 120 по по доходам полученным 30 июня вот должно быть должно быть если нет то вручную изменить и поправьте на 2 июня вот но это такой технический момент который встречается у клиентов ну в том числе и у наших клиентов кто не своевременно обновляет или у кого нет технической возможности по обновлению 1С технически такой баг так ну это просто полезная табличка всегда всегда стоит иметь под рукой и проверять как мы порядок порядок заполнения по строкам вид дохода дата получения дохода дата удержания дохода дата перечисления НДФЛ ничего не изменилось вот табличка такая вот обязательно к просмотру так но тоже тоже важный момент во многих бизнесах есть работник которые являются нерезидентами в гражданском понимании и у нас всегда встает вопрос как же признавать их признаем не признаем их налоговыми резидентами ну и соответственно как мы определяем из этого вытекающего налогообложения по какой ставке облагать их доходы если ранее в доковидные времена у нас критерием отнесения к налоговому резиденту не путаем с нерезидентами в гражданском понимании критерием отнесения было нахождение в РФ более не менее 173 дней в году то соответственно в этом году у нас такое антиковидное такое новшество критерий отнесения изменен нерезидент считается налоговым резидентом если срок его пребывания в РФ вставляет не менее 90 дней вот единственное условие такое лицо должно обратиться в налоговую инспекцию по месту проживания по месту регистрации с заявлением в свободной форме в котором просто уведомляет о том что находится его ИНН паспорт предоставить в свободной форме вот и потом при соответственно когда вы подаете сведения за год за год там не знаю феврале эти данные скажем те данные по лицу должны совпасть с той информацией которая находится в налоговом органе по нерезидентам убедитесь просьба убедиться то что то что ваши ваши сотрудники нерезиденты обращались в инспекцию с таким заявлением и желательно письменно получить подтверждение хотя бы в свободной форме заявление что обратился сходил уведомил подтвердить чтобы не было чтобы чтобы вы не пострадали вы как работодатель не пострадали так ну тоже такой новость которая скорее относится к тому что налоговый законодатель шагает в ногу с изменением с изменением которые с действиями правительства да был государством объявлен кэшбэк по туристическим продуктам в августе этого сентябре по моему сентябре этого года ну вот вот такой кэшбэк не облагается НДФЛ разумно то есть мы не будем говорить об условиях получения этого вычета так ну по земельному по транспортному тот в принципе наверное важный момент то что земельный транспортный налог мы имущество земельно транспортные расчеты по авансовым платежам в двадцатом году мы не предоставляем ежеквартально мы единственное мы отчитываем мы подаем годовые декларации налоговые декларации за год и по земельному транспортному налогу в последующий период мы мы уже не будем подавать никаких деклараций вот администрирование этих налогов и данные о налоговой базе инспекции получают из ну из ну из других информационных источников базы базы ГИМС Росимущество так так да отмена квартальной отчетности да конечно обязанность по уплате авансов платежей никто не отменял вносим сроки сроки уплаты у нас да да у нас устанавливаются региональным законодательством это все очень индивидуально по регионам ну и тоже так необходимо сказать то что практически ну скажем так у ряда у ряда компании возникают проблемы связанные с тем что не своевременно в инспекцию не своевременно поступает информация об изменении ну об объектах налогоблажения о краже выбытие там знаю продажи кражи угони и так далее и так далее если ранее мы могли заявить об этих изменениях в расчетах авансовых платежей то как быть ситуации когда мы не подаем авансовые расчеты расчеты авансов ну на этот случай у налогоплательщика остается возможность подавать уведомления так здесь так сейчас сейчас покажем вот ну мы подаем уведомление сейчас мы несколько изменим да так льготы да ну если у нас появляется льготы да то мы непосредственно в сервисе 1С можем формировать заявление по транспортной заявлению о гибели уничтожении налогов объекта налогообложения но это все частные случаи какие-то события вашей хозяйственной деятельности и это 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 не ваши обязанности это ваше право то есть если что-то произошло и вы считаете необходимым проинформировать при том что вам может быть неизвестно знает об этом инспекции или нет непосредственно в сервисе 1С в разделе 1С отчетность находим необходимый вид заявления заполняем предоставляем отправляем все все из сервиса 1С так и давайте тогда сейчас вернемся здесь несколько моментов ну да тут тут конечно хотел сказать что функционал 1С предполагает автоматический расчет если если настройки выполнены правильно расчеты земельного и налога на землю и транспортного налога и налога на имущество все у вас происходит автоматически но проверяйте алгоритм расчета ну вот как это выглядит справки расчеты проваливаемся смотрим при закрытии месяца можно посмотреть зайти посмотреть объекты ну не не лишний будет себя проверять так предоставление льгот да гибель уничтожения да все делает все в единое все можно делать ну эта табличка еще раз мы повторим отметим что да отчетность за 9 месяцев на мой взгляд она те кто пережил те кто адаптировались и подали отчетность за полугодие в принципе отчетность за 9 месяцев это просто еще один период алгоритм и порядок практически все то же самое ну кроме отчета там по фсс новый отчет вот то вот отчетность за за год ждем ее с интересом обновляемся но здесь пожелание просто в свое время обновлять 1с делать тестово не дожидаться января делать тестовое закрытие периода смотреть результаты и радоваться тому что если все настройки выполнены правильно и декларации у вас будут заполняться в общем то правильно вот не лишний будет обращаться к провайдерам 1с за консультациями вот в принципе к чему быть готовым за двенадцатый год так ну и здесь информация первые источники об изменении отчетности за ну за год то есть мы привели да файл презентации вы можете получить у нашего менеджера скачать записывать сейчас название номера даты документов не стоит все это будет в файле вот но это информация об изменениях что меняется как являются конечно большая часть изменений носит такой технический характер вот принципиально все остается все все практикующие бухгалтеры в общем то готовы я считаю что готовы и закрытию двадцатого года так ну и пожелания по ссылке мы знакомьтесь с изменениями законодательства приведем пример функционала новости где можно сайт 1с в разделе отчетность в разрезе по отчетам по измите по налогам по отчетности читаем знакомимся немножко немножко рекламы хотелось отметить то что компания кодерлайн сертифицирована и может предоставлять профессиональные услуги по по обучению вот информация о нашем новом статусе обращайтесь телефон для не телефон а адрес электронной почты для для обращений вот и нам скажу так от себя обращайтесь к нам с вопросами потому что на на по вашим кейсам по вашим обращениям мы сами дорабатываемся и точно так же растем и через нас транслируем новый опыт другим нашим коллегам ну скажем так обращение к нашим клиентам вот так так ну в принципе мы кратко рассмотрели все темы все основные темы наши нашего вебинара просим вас обращаться если у вас вопросы обращайтесь в час напишите нам мы постараемся прокомментировать ну как-то отреагировать так вопросы так смотрим пока ничего нет сейчас минутку ну от себя хочу сказать что достаточно интересная тема будет в ноябре или в декабре мы подготовим тему по по формированию резервов вот мне как бухгалтеру эта тема интересна тем что мы в отчетности можем можем сформировать ну скажем так и сделать наши ну я считаю что инструментарии резервов он делают наши отчетности более и более информативные по по тем рискам которые у нас есть да эти риски возникли у большинства компаний в этом году и в том числе учесть это вплоть и в том числе и налогообложение по новой базе по налогу на прибыль то есть формируя резервы мы уменьшаем базу и оснований для формирования таких резервов закону формирования резервов у нас более чем достаточно это такой такое реальное действие учетных работников кто могут может реально повлиять на налоговые обязательства компании вот такой прикладной такой бизнес бизнес действия ну это наверное да я думаю что это уже больше в отчетности за 12 месяцев когда мы будем формировать бухгалтерскую отчетность вот такое вот изменение вот ну опять же да когда вы будете проводить инвентаризацию расчетов с контрагентами можете критично отнестись ко всем дебиторам ну и соответственно формировать резервы или даже резервы которые вы ожидаете обоснованно можете с какой-то степенью обоснованности степенью расчета предполагать ухудшение ваших финансовых активов ну в частности дебиторки вот так ну сейчас я не вижу вопросов вот поэтому наверное мы на этом закончим наш вебинар и прошу вас обращаться к нашим к нашим менеджерам отправлять ваши ваши письма по адресу электронной почты который указан на экране нам будет интересно вместе с вами рассмотреть ваши ваши конкретные ситуации вот и опосредованно мы потом своим опытом поделимся в наших следующих вебинарах вот спасибо вам за внимание а 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 Продолжение следует...